Из-за закона об институте исторической памяти украинские националисты пикетировали сегодня польские дипучреждения, требовали его отменить. Акции прошли одновременно в нескольких городах, как все было, видели наши корреспонденты. Самый многочисленный пикет прошел в Луцке, там к польскому консульству. Пришли около 200 протестующих, собравшиеся под флагами нескольких полицил, требовали отменить принятые сеймом поправки к закону об институте национальной памяти, в рамках которого запрещается, цитирую, бандеровская идеология. Это фактически страда наших дипломатических отношений. И вместо того, чтобы объединяться и держать какой-то спильный дипломатический удар в Схидней Европе, польская влада на сегодняшний день, на самом деле, принимающий такой закон, она поляризует радикальные настроения в самой стране против украинцев. Меня это очень удивило и убирало. Мы же помним все, когда была подписана такая добрая справа президент Квасневский и президент Кучма. Прощаем и просим пробачивания. И очень прикро, что сегодня поляки так относятся к Украине. Впрочем, все прошло достаточно спокойно. Через час собравшиеся передали свои требования польскому консулу и разошлись по домам. Пикетировали польское диппредставительство и в соседнем Львове. Около полусотни представителей Азова и Свободы пришли к зданию консульства. Впрочем, из польского консульства к протестующим никто не вышел. Как сказали нашей съемочной группе, в секретариате сегодня консул отсутствует. А это уже Харьков. Несколько десятков националистов с плакатами также требовали встречи с польским консулом. И здесь тоже к пикетчикам никто из дипломатов не вышел. Сегодня, на жаль, есть штучное создание напряжения в дипломатических отношениях между Украиной и Польшей. Потому что, по большому счету, это только манюпулирование историческими датами и событиями. Ничего больше. ООН ввели национальную визвольную войну украинского народа против всех загарбников и оккупантов, немцев, ляхов, москалов. Окупант он и оккупант. Кем бы он ни был. Прошла акция протеста и в столице. Чуть менее сотни пикетчиков, полтора десятка репортеров до полсотни силовиков. Протестующие пришли с плакатами и флагами, в основном партийными. Помитинговав около получаса, люди передали послу Польши в Украине свой манифест с требованием не принимать правки к скандальному закону. В целом, все прошло спокойно. Мы должны иметь свою гидность и защищаться, это, конечно, для европейских народов, это нормально. Они всегда защищают себя. Руслан Смичук, Светлана Шекера, Галина Якушко, Александра Фетисова, Олег Неведомский, Александр Яновский, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер.